В условиях пандемии нагрузка на первичное звено возросла в 10 раз. Медперсонала не хватает, а значит, растет и недовольство среди населения, которое порой не может своевременно получить необходимую помощь. Если говорить про острейшие учреждения, имеющие острейши, указывает цифры, городская поликлиника номер 4, 17 врачей, детская и городская клиническая больница города Ульяновск, 12 врачей, городская поликлиника номер 3, 11 врачей, на Ульяновске городская больница имени Альберт, 11 врачей, ККВ, город Ульяновск, 9 врачей, Единого в Пастореевной больнице, 9 врачей. Для решения проблемы правительство региона прибегает к экстренным мерам. Например, привлекает к дополнительной работе узких специалистов, ординаторов и волонтеров. Должна помочь и модернизация первичного звена здравоохранения. В начале года была запущена программа модернизации всего первичного звена здравоохранения. Напомню, что ключевыми элементами этой работы станет обновление медицинского оборудования и автопарка, а также поведение всех больниц и больниц к новому стандарту. Стационарную помощь получают все, кому это необходимо. Пациентов распределяют по степени тяжести, тяжелых больных госпитализируют отдельно от тех, кто переносит болезнь легче. Главная проблема – истекающий запас коечного фонда. Нагрузка на больницы сейчас колоссальная. Свободные койки есть не везде, и их крайне мало. Из-за роста выявленных случаев COVID-19 в регионе было принято решение развернуть дополнительные места в стационарах. Например, на прошлой неделе новые койки появились в Новоспасской больнице, Барышской больнице, областной детской инфекционной больнице, психиатрической больнице и ФМБА в Димитровграде. На больничных койках сегодня люди всех возрастных категорий, но по-прежнему тяжелее COVID-19 переносит пациенты с хроническими заболеваниями и пожилые. В регионе всерьез говорят об их обязательной самоизоляции, как о мере профилактики. На самоизоляцию могут отправиться и те, кто так и не дошел до прививочного пункта. Такую меру, как обязательную для своих сотрудников, уже озвучила администрация областного центра на минувшей неделе. Схожие требования могут предъявить и к работникам прочих сфер. Вакцинация – лучший способ остановить распространение инфекции по пути на работу и домой. Не менее 80% штата должно пройти процедуру до 15 ноября.